Доброго-доброго всем дня! Рада вас приветствовать у себя на канале. И сегодня я для вас хочу сделать расклад, что меня ждёт в карьере. Этот расклад можно смотреть и для тех, кто сейчас работает уже, и для тех, кто, возможно, ищет работу. Мы посмотрим ситуацию, которая у вас сейчас есть с вашей работой, с вашей карьерой, с вашей самореализацией. Посмотрим перспективы на ближайшее время. Срок загадывайте сами в зависимости от вашей ситуации и по интуиции. Я не советую загадывать длительные сроки. Давайте посмотрим на ближайшие пару-тройку недель, может быть, на месяц максимум. Я буду занамеревать таким образом. Максимум на месяц, пару-тройку недель. Но, опять же, смотрите по своей ситуации, как у вас. Может быть, у вас какие-то события должны буквально на днях проиграться, поэтому загадывайте, безусловно, свой срок. Ну и, безусловно, посмотрим совет, советующих сил вам, что вам нужно, чтобы продвинуться по карьере, чтобы, возможно, найти хорошую работу. Ну, посмотрим. В зависимости от ситуации того, что нам сейчас покажут. Будет у нас... Будет у нас... Три варианта. Вы знаете, вот, переиграла. Будет у нас три варианта и три колоды. Первый вариант. Первый вариант. Второй. Первый, второй. И давайте вот так третий. Итак, три варианта. Что ждёт в карьере, что ждёт в работе, в самореализации вашей. Смотрят и те, кто ищет работу, и те, кто работают, но хотят каких-то изменений, повышений и всего подобного. Смотрим текущую ситуацию, перспективы и совет. Первый вариант. Второй вариант. И третий. Я надеюсь, вы все определились. И мы начнём с единичек. Единички, приветствую вас. Давайте посмотрим, какая у вас ситуация в работе сейчас. Какая у вас ситуация в работе. Ну, смотрите, у вас ситуация достаточно положительная. Это позиция явно для тех людей, кто уже работает, да, и, возможно, хочет улучшить своё положение на работе. Вам нравится работать, да. Возможно, вам нравится коллектив. Возможно, вам нравится сама работа, то, что вы делаете, то, какие результаты вы получаете, да. Но вы сейчас, возможно, достигли уже какого-то потолка своего, да, возможно, в той должности, безусловно, в тех деньгах. Возможно, вам просто, знаете, как... Вам нравится, конечно, делать то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь. Но вам хочется большего. Вам хочется развития. Вам хочется роста. В целом всё достаточно положительно. Но вы уже чувствуете, что вам тесновато. Вам тесновато, и вы начинаете искать какие-то новые возможности, новые варианты, новые проекты. Безусловно, у вас повышаются ваши амбиции. Да. Это ситуация для тех, у кого, ну, или бизнес, или, там, своя работа, да, или работа на фирму. Это неважно. Но вы достигли какого-то потолка уже сейчас, и вы начинаете смотреть дальше. Хотя, при всём при этом, подытоживаю, вам ваша работа нравится. Вы занимаетесь тем, в чём вам комфортно. Либо вам комфортно просто коллектив, удобство, да, что вам добираться удобно, и, в принципе, и денег хватает. Вам хорошо, спокойно, и вы в довольстве. Но хочется, хочется большего. Давайте посмотрим, что у вас в перспективе на загаданный вами срок. И сразу посмотрю совет. Да, ситуация понятна. В перспективе на загаданный срок вы уж совсем начнёте переживать о том, что вот у меня очень много желаний, очень много фантазий. Возможно, у вас очень много проектов, а, например, на этом месте работы вам не дают просто развернуться. Возможно, если у вас собственный бизнес, да, у вас очень много всё, ограничения какие-то есть. Возможно, денег нет на развитие, да. Здесь не говорится о том, что вы в плохой финансовой какой-то ситуации. Нет. Но вам хочется развиваться, расширяться, и вы в ближайшее время будете всё больше и больше переживать. Если сейчас у вас только такие предпосылки, да, вот хочется развиваться и расширяться, в целом всё хорошо. Это не позиция для тех, у кого плохо, у кого безденежье, у кого безработное состояние. Вот, у вас всё хорошо, но вот вы начнёте всё больше и больше эмоционально, ну, как бы чувствовать дискомфорт от того, что, ну, мне хочется свежего воздуха, мне хочется новых перспектив. Ну, здесь я подгниваю, да, много всего есть, но хочется развернуться. Вот здесь всё очень органично, линию повествования нам карты идут. И в ближайшее время действительно появятся потузуты жезлов и колесницы. У вас либо появятся варианты, либо появятся какие-то идеи новые, либо какие-то люди, что предложат вам что-то, да, и вы войдёте в свою десяточку пентаклей. Десятка пентаклей – это что? Это очень устойчивое, стабильное место, денежное, доходное для людей-профессионалов, либо это большие организации. Ну, про семейный бизнес, как самую такую простую трактовку, безусловно, тоже может быть. Может быть, вы откроете семейное дело, безусловно, такое может быть. Или откроете своё дело, возможно, вы в ближайшее время смотрите, у кого какая ситуация. Если у вас были такие мысли, уйти со своей работы на дядю, так скажем, да, на какую-то организацию, и открыть своё семейное дело. Шикарный вариант. Вот для такой ситуации шикарный вариант. В принципе, если это дело не с какими-то вашими, с близким кругом, да, ну, друзья и семья, самые близкие друзья, с которыми вы много лет вместе, это не просто какой-то друг, который месяц назад вошёл в вашу жизнь. Нет, это проверенные люди, которые всю жизнь с вами. Вот если у вас есть такие люди и были мысли открыть с ними новое дело, да. Если эти люди непроверенные, лучше не рисковать. Здесь не про новое дело в одиночку. Здесь все карты говорят о совместном деле. Вам и в совете выходит прислушаться к людям, найти себе партнёров. Возможно, если вы не думаете о собственном деле, а вы хотите развиваться в карьере, найдите тех людей, с кем вы можете, так скажем, замутить новые проекты. Общайтесь своими с коллегами. Возможно, на этом месте, ну, например, в этом отделе, да, в организации вашей вам уже мало, а вы переговорите с кем-то, здесь какую-то идейку услышите, там на перекуре с кем-то пообщаетесь и перейдёте просто в другой отдел, да, потому что вам там предложат что-то новое, что-то интересное. Здесь ключевое на ближайшее время в вашей работе. Да, вас действительно начнёт всё больше и больше огорчать ситуация, что, ну, хочется нового, большего статуса, какого-то большего денег, и у вас эта тема пойдёт, у вас появится возможность, но только через других людей реализовать ваши замыслы. Это пока только первые всполохи, ещё пока не пойдёт вот в загаданный срок, да, реализации самой не будет, но уже готовность и уже, ну, вы подготовлены, вы знаете, куда идти, вы уже знаете, с кем вы пойдёте. Обязательно, обязательно совет вам идти не одному. Если у вас ситуация, что вы сейчас работаете, а хотите открывать индивидуальный свой проект и бизнес, лучше пока воздержаться и найти себе тех людей, которым вы, безусловно, доверяете, просто безусловно. По десятке пентаклей это не обсуждается, что вы им доверяете. Это не новые люди, это люди ваши, понимаете, ваши по жизни. И тогда, когда вы найдёте, вы уже сможете открывать своё дело. Вот такой первый расклад был. Надеюсь, вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео новые. Благодарю вас за просмотр. А мы переходим к двоечкам. Двоечки приветствую вас. Сейчас давайте посмотрим, какая у вас ситуация на работе. Какая у вас сейчас ситуация на работе? Давайте я сразу и перспективу, и совет. В целом, это позиция для тех людей, у которых сейчас либо вы начинаете работать на новом месте, либо вы начали своё дело. Оно вот только-только первые шаги. У вас есть, ну, так скажем, вы ещё недостаточно уверенно себя чувствуете в той работе, да, или в том коллективе, в котором вы сейчас есть. Это не значит, что вы не профессионал. Но когда мы, например, выходим на новую работу, да, у нас всегда есть какой-то дискомфорт, и люди, другие процессы другие, как бы, каким бы профессионалом я ни был, всё равно, когда начинает человек что-то новое, будь то свой бизнес, будь то новый проект какой-то, будь то выход на новую работу, да, всё равно есть, ну, какая-то тревожность, есть даже не столько тревожность, а, ну, всё равно есть элементы и моменты неуверенности. Насколько это всё стабильно, насколько это всё покатит, да, как я впишусь в этот коллектив, в эту работу, в этот проект, как у меня пойдёт новый бизнес. Вроде начинается, да, вроде первые шаги сделаны, но они достаточно ещё робкие, вы не всё знаете ещё, да, по крайней мере, например, пришли бухгалтером в какую-то организацию, да, вы хороший бухгалтер, но вы нюансов работы в этой организации не знаете, да элементарно, всё равно есть человеческий фактор, да, вы даже, ну, поэтому можете быть не очень уверены. Вот такая у вас ситуация. В принципе, как она будет развиваться? Она будет развиваться достаточно комфортно, да, пока немножко тяжело, не то, что тяжеловато идёт, пока нужно набраться терпения, не всё рванёт так, как в загаданный срок, как вам бы хотелось, может быть, да, если это, например, новый бизнес, вы хотите, чтобы сразу вал клиентов был, хорошие обороты, у вас будет продвижение, будет. Оно, безусловно, будет, но оно будет, возможно, не так скоро, не так быстро, как бы вы хотели. Но здесь к семёрке-то Пентакли десятка, а десятка – это действительно, ну, карта полного материального достатка, когда ещё не то, что у нас всё есть, да, но мы ещё можем делиться этими ресурсами, да, мы можем ещё вкладываться куда-то, мы можем ещё создавать какие-то группы и взаимодействия, развиваться, да. Единственное, есть здесь нюансы. Вам карты советуют обратить внимание на вашу стратегию развития, да, вот как вы планируете развиваться, да, вот на этом новом вашем месте. Возможно, ещё хочу оговориться по поводу нового места. Возможно, вы работаете на старом месте, но вам дали новый проект, да, ну, как бы такое тоже возможно. Вот, хочу оговориться, ещё на что обратить внимание, да, сейчас вроде бы всё идёт, но обратите внимание на то, как будет развиваться в дальнейшем. Что-то вы не учитываете. Какие-то моменты здесь есть, которые могут вот в загаданный вами срок и чуть дальше как-то негативно повлиять. Что-то вы не продумали. Вот сейчас, посмотрите, я спрашиваю, что, ну, видимо, у всех настолько разные сферы, да, что мне не показывают. Мне просто показывают о том, что вы чего-то не учли в какой-то... при разработке стратегии дальнейшего развития, особенно если у вас, например, индивидуальный бизнес, да, ещё раз проработайте и посмотрите пристально на стратегию развития вот этого вашего проекта. Иначе могут быть какие-то, ну, возможно, недоразумения. Возможно, это именно не с бумагами, там, не с оформлением связано, да, не с какими-то такими техническими, условно, вещами. Это именно связано со стратегией продвижения дальнейшего вашего бизнеса, проекта, работы, вот, на... если вы вышли на новую работу. Вот. У вас... И вам ещё совет. Посмотрите, у вас такая ситуация уже когда-то в жизни была. И вы знаете, вы уже ошибались, так скажем, да, вы уже вот этот недочёт делали когда-то. Подумайте об этом. Что у вас такое было? И учтите это сейчас. И по совету вам говорят, у вас все ресурсы по девятке пентатлей, у вас есть все ресурсы, у вас есть все знания, все навыки, средства на продвижение, если это там какой-то индивидуальный бизнес, да, поддержка коллектива, поддержка руководства, может быть. Ну, все ресурсы, которые вам необходимы для развития, они у вас есть. Но вот учтите этот один нюанс, пересмотрите ещё стратегию развития. У вас такая ситуация уже когда-то была, чтобы не наступить на те же грабли сейчас, да, лучше подстелить где-то соломки. Благодарю вас, двоечки. Прекрасный у вас вариант, прекрасное развитие событий. И мы переходим к троечкам. Троечки приветствую вас. Троечки приветствую вас. Давайте посмотрим, что у вас сейчас с работой и какие перспективы. Ой, вы посмотрите, что творят. Туз Пентакли вам выпал прямо мне здесь, в белой рученьке моей. Шансы очень неплохие. Нам уже карты говорят, шансы у вас очень неплохие, вне зависимости от того, какая ситуация сейчас есть. Давайте посмотрим, какая ситуация у вас сейчас. Ну, чего и требовалось, чего и требовалось ожидать. Давайте я сразу посмотрю перспективы в загаданный срок. Туз Пентакли вам выпадал, дорогие мои, не просто так. И совет. Смотрите, даже мне, в принципе, докладывать ничего не надо. И верховная жрица. Смотрите, ситуация у вас сейчас переломная. Чего бы это ни касалось, возможно, вас уволили с работы и вы ищите новую. Возможно, у вас сейчас какие-то сокращения на вашем текущем месте работы. Возможно, у вас бизнес, продажи встали, дополнительного финансирования оно требуется, вы не знаете, где его найти. Короче, вы сейчас в ситуации кармической, но кризисной, находитесь в каких-то ограничениях. То есть, ограничения могут быть какие? Вас уволили с работы, вы ограничены, вы не знаете, что делать дальше. Или вы не можете на продвижение свое, да, и на развитие бизнеса выделить деньги. Вы не можете сейчас поддержать себя на плаву. Вот оно ограничение, да? И это все, что угодно. Или у вас поменялся руководитель, или там реструктуризация в компании. от вас не зависит. Но вы ограничены. И поэтому сейчас такая ситуация, что вы не знаете, что делать. Вроде бы мыслей рой. Мыслей очень много, но вы вам еще и страшновато за будущее, это безусловно, когда ситуация кардинально меняется. Причем это не ваш вариант, если у вас нет каких-то внешних изменений в ситуации вашей с работой, с карьерой. Сейчас у вас однозначно какие-то происходят внешние изменения. Ну, как я и сказал, реструктуризация, увольнение, или там, я не знаю, бизнес шел-шел, ну, там худо-бедно может быть, а может быть и хорошо. А сейчас вот изменили как-то законодательство и вот вы в тиски. Ну, то есть это те изменения внешние, которые от вас конкретно не зависят. Но вы этими изменениями оказались каким-то образом связаны, сдержаны и ограничены для того, чтобы развивалось все дальше. Понимаете? И вы сейчас в той ситуации не знаете, что делать. И вам здесь же сразу все равно в любом случае совет. Вот сейчас каких-то поспешных решений не нужно принимать. Тем более у нас на дне еще жрица выходит, которая вообще от слова совсем не советует торопиться, спешить, советует как раз больше направить внимание, посмотреть на ситуацию со стороны, чтобы принять решение, чтобы выбрать одно, другое или сколько у вас возможностей и вариантов, не спешить с выбором, не кидаться в омут с головой от страха. возможно, конечно, это сейчас вы скажете, ой, хорошо тебе так говорить, а у меня такая ситуация, денег нет, ничего нет или там какие-то ограничения, мне срочно нужно что-то делать. безусловно, мы здесь говорим о том, что если есть такая возможность, лучше не спешите, а вот так вот, ну, вам как на будущее возможность такая есть всегда, но не спешить может быть просто разное по времени, для кого-то не спешить это в ближайшие две минуты не принять решение, просто две минуты подумать или пять минут подумать а не выпаливать ответ сразу, а для кого-то не спешите это месяц подумать, да, смотрите каждый по своей ситуации, это расклад для тех, еще раз подвожу как бы резюмирую, расклад для тех, у кого какие-то внешние обстоятельства изменились связанные с вашей работой, карьерой, самореализацией и ограничили каким-то образом вас и теперь вы не знаете что делать, куда бежать, вот как у вас будет в дальнейшем развиваться ситуация ну шикарно будет развиваться у вас ситуация если вы ищете работу то вы найдете работу пашкубков, королевы кубков и шестерка посоха вы найдете работу себе по душе если вы в этих ограничениях каких-то у вас свой бизнес вы через возможно знакомство через друзей через каких-то людей которые вам искренне помогут заработаете вот эту шестерочку посохов шестерку жезлов победа и у вас эта победа пройдет и будет получена с помощью людей и с помощью отношений я не говорю про отношения там мальчик девочка это не столько про это хотя возможно некоторым и так будет ну например вы встречаетесь с мужчиной да а вас уволили с работы и вы вот поплакали своему мужчине он говорит да у меня есть там место такое тоже возможно но в целом здесь про другое вы получите помощь от людей которым вы не безразличны не бойтесь сейчас проявлять свои эмоции сейчас самое время ну вот на тот срок на который вы загадали вы получите свою победу над этой ситуацией над этими ограничениями используя эмоциональные связи с другими людьми помощь от других людей причем помощь искренню от тех людей которые действительно хотят вам помочь ну и в совете у нас выпадает король посохов но он здесь в этой колоде прям вообще ни разу не огонь здесь вам о чем говорится могла бы конечно сказать вот вам нужно лидерство здесь не об этом здесь вам нужно собрать все ваши внутренние силы и выстоять в этой ситуации действительно не побояться попросить помощи у кого-то я понимаю что есть много людей я в своей практике с такими сталкиваюсь да и сама что там говорить такая мы возможно от своей гордыни возможно от того что очень много раз нам когда-то давным-давно отказывали мы не просим помощи у других людей возможно мы просто боимся сознательно или подсознательно быть кому-то должными так вот сейчас у вас такая ситуация не бойтесь просить но не просить ну-ка дай-ка мне денег а просить помощи не 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 то что не бойтесь а как бы не отказывайтесь от этой помощи не не бойтесь выражать свои эмоции даже если вы очень самодостаточный человек со своим бизнесом привыкший всегда всего добиваться сам не бойтесь выразить свои эмоции и вы через других людей найдете эту поддержку соберите свои все внутренние силы и возможно это вот ваш урок тем более еще у нас жрицы здесь на дне это ваш урок на доверие миру на доверие жизни и на взаимодействие с людьми ни один бизнес не будет процветать если у вас не выстроены отношения с людьми внутри себя отношения с собой и отношения с людьми любой хороший бизнесмен знает о том что если ты корректно не строишь с людьми отношения бизнеса не будет бизнес это отношения что работа в коллективе что индивидуальный какой-то бизнес любой это отношения когда у тебя гармоничное отношение с людьми именно не манипуляции не там как-то я урву и я могу там втираться к людям вообще не про это если гармоничный баланс давать брать если гармоничным выстроены отношения с другими людьми бизнес будет и в деньгах будет все хорошо вот я почему так что благодарю вас троечки ваш достаточно такой дискомфортный этап заканчивается советы вам карты дали я благодарю вас оставляйте комментарии свою обратную связь подписывайтесь на канал жду вас на личных консультациях чтобы разобрать ваши вопросы и помочь и скорректировать вашу ситуацию в лучшую сторону и пока пока